друзья привет на днях я тут проводил погружение двух девочек ну не то что девочек девочек я буду называть всех этим девочкам за 40 лет в основном всегда и больше вот и много было нового то что у меня ну для меня то что было новое да одно на чем я хочу сейчас заострить внимание и многие люди меня спрашивают в чем разница там проводник ситр и так далее ты ведь ситр ты не проводник ну так далее всякую короче херню несут вот то есть если человек не знает что это конкретно то есть чем разница между проводником и ситром я сейчас просто поясню ситр это человек который за тобой может последить и понаблюдать да чтоб ты не убился чтоб ты там слюнями болевотиной свой не захлебнулся то есть водник тоже может этим заниматься но конкретно отличие проводника и ситра тем что проводник может те же самые функции ситра выполнять но проводник может ощутить твое состояние и не просто ощутить увидеть его и увидеть где человек прибывает в момент погружение не просто прибывает он его оттуда если нужно может выдернуть выдернуть растормошить успокоить и так далее и разница в том что проводник в принципе в этот момент может влиять на то что происходит с человеком то есть человек там в истерике еще что то ну какие то необычные вещи и проводник может его в этот момент успокоить то есть проводника человек слышит вот не уверен что так может слышать ситр то есть как бы мы еще это не проверяли да но что сделали что было у нас человек проводил двух человек двух девчонок и как ранее во всех моих проводах с мужчинами получалось так что мы тоже думали сначала как будет это одновременно проходить если допустим подключаешься к одному человеку как будешь подключаться ко второму сможешь ли ты вообще одновременно все это делать оказывается что ты подключаешься но по крайней мере яда я увидел что я могу подключаться к обоим к обоим девочкам то есть и кто и к другой я вижу их обои то есть в поле зрения там внутри не в поле зрения твоих глаз а там внутри ты видишь их обоих и ты можешь как бы их обоих контролировать что у нас произошло мы в первый же день на самом деле я немножко переборщил с дозой то есть обычную дозу которую я использую для мальчиков я что-то решил использовать для девочек не знаю нас на то есть я прям чувствовал что нужно вот эту дозировку и одна из девочек это все дело съела 2 не смогла и ей влезло меньше половины даже вот и мы немножко ее как бы чтобы но мы чувствуем что и мало мы немножко пантерки докинули вот и у нее все нормально пошло у второй же которая все очень хорошо это съела она благополучно через там часа полтора уснула и уснула на 17 часов и не пробуждалась и то есть это долго на самом деле по крайней мере насколько я знаю и самое что интересное человека этого момент идет там слюноотделение следить надо то есть чтобы руку там человек просто отлежал руку даже до нужно в этот момент нужно просто чтобы она них не затекла то есть ее нужно размассировать размять и так далее за этим нужно постоянно следить и постоянно идет слюноотделение то есть если человек долго сильно спит него может быть обезвоживание потому что слюна идет просто литрами идет идет рот открыт и изо рта все время что-то течет цена вот так вот и на второй уже день девочка которая помладше она уже проснулась а та которая постарше она спала продолжала спать и мы уже даже целая начали волноваться потому что нужно долго времени сна и как раз уже подходит второй день погружение мы быстренько со второй девочкой закидываемся пантер ником и я закидываясь пантер ником по ей 4 мне 3 грамма пантер не хороший алтайский да кстати пан пантер ник алтайский у кого я покупаю хороший он говорит что собирает сам не перекуп реком да действительно утверждаю что пантер ник хороший и красный и пантерный мухомор вот так что действительно рекомендую он по силе идет как уральский что у меня был свой уральский он закончился и вот мне было с чем сравнить сейчас последнее время им использую то есть мне он очень нравится по его силе по помощи его так что кому надо будет смотрите внизу в описании будут ссылки на телеграм-канал там кому надо тут приобретет вот и и закинулись мы уже пантеры а еще что когда утром уже пора вставать было у нас там завтрак включен питание да и женщина-то не просыпается что делать мы уже пробовали ее разбудить и самое что интересно разбудить ее практически нереально то есть мы брались брали вот просто мяли уши пальцы энергетические точки то есть с каких человек должен просыпаться на самом деле то есть ушей просыпаются практически все уши просто мяли примут они уж примут мы их разминали так что видно что вот так вот что-то делает мимика этим что-то чик 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 но человек не просыпается будить орать там еще что-то это просто бесполезно теребить как-то еще тоже бесполезно это проверено уже многократно и на мужиках это проверяли вот ну и что делать мы закидываемся я понимаю что человека надо вытаскивать быстренько закинулись со второй девочкой она пошла ну засыпать и все такое все стандартно вот этот момент пробуждения он через два часа наступает момент подключения я бы сказал у меня также да хоть у меня уже и в опыт и все такое но момент подключения у меня также возникает через два часа и когда возникает момент подключения тебе очень-очень сильно хочется спать но не потому что тебя прям конкретно вырубает потому что я этот момент могу просто просидеть в этот момент и включиться но в этот момент где-то остается полтора ну полтора часа как ты закинул да ну съел и еще остается полчаса до того как ты включится как позвоночник очень приятный сон наступает он такой прям настолько сладкий и вкусный ты прям такой он тебя за за это прям такой заволакивает и ты засыпаешь такой звоночек только просыпаешься и много раз я пробовал не уснуть то же самое только звоночка такого нету ты просто в это состояние начинаешь входить плавно и практически незаметно ходишь ходишь и такой я включился нет я включился нет вот и но он очень плавно входит вот а там как звоночек такой очень большой перепад ты бы просыпаешься и ты включенный вот и короче вторая девочка которая мы закинули пантерник еще раз она уснула и я пошел немножко киморнуть потому что очень приятно киморнул потом раз я просыпаюсь я включился это точно уже знаю и я иду девочка которая вместе со мной вот второй раз закинула съела грибы я ее не трогаю и а да и кстати у меня и девочки мальчики просыпаются и начинают свою активную деятельность именно только тогда когда мне нужно то есть они или по переменке начинают свою деятельность чтобы у меня была возможность заниматься одним человеком вот или это меня не напрягает вдвоем когда они я их вижу обоих а поначалу когда человек самом начале они не по очереди все такие по переменке так задуманно вот и короче я включился и вот девочку которую у нас уснула ее надо будить это было уже 17 часов как она спала это до хренища на самом деле вот предупреждаю ребята начинается обезвоживание нам пришлось человеку проводить так экстрим такие мере на меры да о возобновлению влаги внутри она уже не усваивалась ее нужно покупайте специальные препараты если этим занимаетесь но смотрите в чем еще секрет допустим проводник то есть когда я этой девочки подхожу которая спит я вижу ее внутренним видением вот она здесь спит но я начинаю ее внутренним видением видеть я вижу что она там бегает я ее так смотрю она бегает и прячется от меня и не хочет возвращаться и самое что интересное мы ее будили по всякому до этого и уши терли и звуки разные еще что-то это бесполезно это человек не пробуждается поэтому если ты не проводник как ты будешь будить человека не знаю мы кстати на шатырь не пробовали надо будет попробовать вот и я вижу она прячется и бегает там внутри подсознание еще но я ее вижу я и такой оттуда сверху ленка лена лена подъем только мне сказала надо было пару раз рассказать и она сразу такая зашевелилась так то есть она меня слышит сразу же я даже к ней не стал не прикасался она сразу же слышит меня и я вижу что я уберу оттуда прям и выдергиваю выдергиваю как я брата в свое время выдергивал и я ее также беру оттуда и сюда выдергиваю она сразу же тут же под просыпается но первое что она делает она просыпается глаза открывает и начинает бегать тело еще не слушается и она начинает бегать по по кровати по матрасу да вот меня то есть она от меня от меня от ворачиваться начинает и вот так вот просто по матрасу так перемещается в одну сторону в другую ст и она так раза три наверно четыре сделала вот она нами не хотела смотреть и мне надо было минут три наверно четыре может быть пять просто чтобы она посмотрела на меня то есть она отворачивается не смотрит глаза прячет вот и постепенно мы ее растеребили как растеребили то есть мы не даем ей спать она хочет опять у уйти и спать и вот мы ее я оттуда вытащил посадил ее на как говорится пятую точку ну чтобы она сидела и чтобы больше не ложилась и все просто держу ее за руки чтобы она не ложилась она сидит сидит и в этот момент я вижу что вторая девочка которая уснула да вместе со мной грибов съели она я такую образ увидел что она как медведь вот показывают эти видео когда медведи в баках лазят мусорных баках и в них копаются это где-то на северах там еще что-то и вот она также смотрю на ее она копается в баках мусорных и эти баки это ее прошлое она в нем копается ей больно она плачет страдает и продолжает копаться в этих мусорных баках я так озвучиваю копается в мусорных баках и короче занимаясь девочка которая у нас спала долго я ее немножко так это расшевелил то есть за руки и держу она просыпается просыпается таким образом она просыпалась у нас четыре часа 17 часов это у нас нас пола и того получается четыре часа пробуждалась а ну в себя приходила и два часа где-то на заход на вход как говорится да то есть получается почти сутки она была в погружении поэтому ребята если у вас вот такое случится до обязательно нужно водный баланс восстанавливать человеку и если его сушит и все такое значит короче не рекомендую никому этому делать самому очень очень опасно ребята тут я увидел что я реально могу человека выдернуть еще раз я просто убедился что я просто беру и выдергиваю оттуда просто даже без рук без всего я наблюдаю человек чем творить чем внутри делает и просто его оттуда вытаскиваю без рук как говорится просто надо пару раз пару раз сказать и человек начинает просыпаться и просто твоего голоса просыпается и вылазит вылазит как вылуплю вылупляется наружу вот и поэтому в этом вот как раз таки заключается роль проводника то что ты можешь этот процесс более-менее не то что не более-менее блин а контролировать от процесс ты его видишь то есть праву ситар права он не видит процесса что происходит даже если он попытается подгрузиться процесс он не увидит вот тем вот и отличаются проводники от ситров девочку мы вытащили ей надо было восстанавливать вводный баланс вот и таким вот образом его восстановили но это очень опасно самом деле так что ребята не рекомендую это делать как то вот так вот на обум очень хорошо еще в этот раз то что мы во первых попробовали с девочками и моя помощница наден она я как бы делегировал ей определенные функции которые я не мог делегировать когда были мужики мне приходилось сто процентов этим заниматься самому потому что мужиками иногда бороться надо да ну бороться не конкретно вот просто он тяжелый сильный и его надо удержать или поддержать потому что стоколок 100 килограммовый мужик падает его нужно поймать мягко поймать то есть я его ложу улавливаю то есть женщина это сделать не сможет а тут я наде смог делегировать многие функции посидеть с ней удержать ее не ну и так далее то есть я вот от раз более разгруженный был и мне было намного легче кто-то скажет что женщинами сложнее для меня было проще в плане того что я немножко разгрузился вот такой вот простой рутины да когда просто с человеком заниматься то есть человеку удерживать не пустить куда-то еще что-то вот мне было много проще плане подключений это тоже нормально то есть я четко видел где что происходит когда ты подключен ты видишь когда человек там четко видишь когда человек начнет просыпаться когда он начнет что-то делать и ты даже еще те есть время вот и успеть или не успеть ты прям видишь будто видишь будущее будущие события что сейчас произойдет через несколько минут вот поэтому все очень интересно поэтому и ребята никому не рекомендую это все на ваш личный как говорит со страх и риск я не рекомендую делать это в одиночку вообще не рекомендую без чьей-то поддержки поэтому ты всегда должен быть застрахован твоя жизнь всегда должна быть застрахована присутствием кого-то чтобы тебя элементарно человек мог на крайняк в больницу отправить да то есть скорую вызвать или ты должен видеть процессы что происходит поэтому так вот опыт у меня был вот этот уникальный сам его немножко такой офигевал но я офигеваю от любого своего опыта то есть что-то происходит и всегда Мне нравится удивляться Что-то новому Что происходит Ну, мне просто нравится Вот это новое что-то Что происходит Вот этот опыт Попал, как говорится, мне в копилочку И пополнил Мой и Надин опыт Вот это, как проводить людей Так что так вот В конце будут Ребята, в конце будут реальные кадры Кому интересно Кто досмотрит Тому, как говорится Тот досмотрит Кто не досмотрит, тот не посмотрит Значит тебе не нужно этого Видеть и смотреть Так что, ребята, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Всех вас люблю Но периодически Вот, но На меня в основном это постоянно Находит, нахлынует Все чаще и чаще Вот Пишите комментарии И Кинайте донаты Кто сможет Так что Все, ребята Будьте осторожны Не рекомендую Никому Проводить Все самостоятельно Потому что уже есть Печальные опыты У людей Которые мне пишут И показывают Поэтому Будьте осторожны Ваша жизнь Очень важна И Она здесь и сейчас Она единственная Другой не будет Потому что Здесь и сейчас Только в данный момент И Неважно куда вы Перемещаетесь Поэтому Эта жизнь Очень 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 Важна Поэтому Ребята Держитесь Ленка Ленка Трусиха Ну И че Ого Что Ну Ну И че От меня бегаем И убегаем От меня А Куда собралась Куда собралась Неверно Прекрасно Куда собралась Давай просыпаться Ты че Совсем обнаглела Те кто Разрешил так долго спать А Давай просыпайся Давай давай Садись Задницу свою поднимаем Садимся Садимся На задницу И ждем Когда проснемся Понятно Понятно Давай Давай Копошится Как медведь В помойке Бакин скрывает С говном Со своим Куда Куда Тебе пошлишься Таня 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 Ты меня снимаешь Лена 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 Ты проснулась Давай все быстро Ага Давай 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 Лена Лена Задницу Поднимаем Поднимаем Задницу Дай руку Руку дай Дай руку Давай Давай Давайте Творец руку даст Тише 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 Ага Все Тело Прикинь Все Сиди Сиди Все Сиди Вот так Сиди Сиди Мы пробуем Теперь Думаю Руками Сиди Ну все 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 нормально Хорошо Теперь Ровно Садимся Сидим Смотри На меня Посмотри Посмотри На меня Посмотри Посмотри На меня Ну все Она у нас Проспала Что получается С 10 Вечера Сколько До 4 До 4 Дня Ого Ну Ну И вот Мне пришлось Опуститься И выдернуть Ее Засранку Спряталась Ну 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 Нет Все На меня Смотри На меня Смотри На меня Посмотри Коза Дереза А все Я тебя Твердю Не отпущу Тебе Придется Проснуться Давай Ну а как Ты хотела Вот один раз Посмотри на меня И все И все Пройдет Иди сюда На меня Раз Один раз Посмотри Давай Один раз Давай Один раз Привет Привет Моя хорошая Привет Ну все Ну все Да Все Теперь можно Глазки Открыть Открыть Бежать Некуда И просыпаться Хорошо Поняла Ну да 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 Давай Говори что помнишь Сейчас Я помню Миры Все Много Миров Миров Много Много Миров Ты пробудишься Ты создал Ну я не помню Создал ты все Ты хорошая Очень Надя Хорошая Очень Ты не помню Путь Пухнуть Что Помни Или Нее Миры 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok